Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию литературно-музыкальный вечер, посвященный памяти Игоря Талькова и подержанный в бою «Я воскресну и спою». Поэты не рождаются случайно, они летят на землю с высоты, их жизнь окружена глубокой талией, хотя они открыты и просты. Глаза таких божественных посланцев всегда печальны и верны мечте, и в хаосе проблем их души вечно светят в мирах, что заблудились в темноте. Они уходят, выполнив задания, их отзывают в высшие миры, неведомые нашему сознанию по правилам космической игры. Они уходят, не допев куплетом, когда в их честь оркестр играет тушь, актеры, музыканты и поэты, целители уставших наших душ. В лесах их песни птицы допевают, в полях для них цветы венки совьют. Они уходят в дарь, но никогда не умирают, и в песнях, и в стихах своих живут. Как больно! Это были последние слова Игоря Талькова. 34 года. Всего 34 года. Он пел на разрыв аорты, пел о любви к родной земле, о тревоге за настоящее и будущее своего народа, о России. 34 года. 200 песен. Он будто боялся не успеть все сказать, будто знал, что времени у него осталось немного, будто он точно знал, что умрет молодым. Именно поэтому пел так, что за ним готовы были идти миллионы. В 2021 году исполнилось 30 лет со дня гибели и 65 со дня рождения поэта, композитора, исполнителя авторских песен, киноактера, кумира молодежи 80-х годов и перед этим пором. Отношение к нему всегда было неоднозначным. Одни называют его бунтарем, борцом с режимом на музыкальной сцене и талантливым человеком. Другие твердят, что он был конъюнктировщиком и плагиатором. Сколько людей, столько и мнений. Но, думаю, в одном все могут согласиться со мной. Ни до, ни после. Не было такого в России певца и автора песен. Игорь Тальков был один. Таким он и останется в нашей памяти навсегда. Издавна так сложилось, что на Руси талантливых людей не берегли. Признавали и воздавали им должное лишь после их смерти. Вот так уж в жизни повелось. Все в этом мире повторится. Когда рождается поэт, во тьме рождается убийца. Итак, что же за человек был Игорь Тальков? Об этом мы сегодня и поговорим. Род Тальковых принадлежал дворянскому сословию. Дед Максим Максимович Тальков был потомственным казаком и военным инженером. Дяди были офицерами царской армии. Фамилия Тальков была взята отцом будущего музыканта для того, чтобы остальные члены семьи избежали репрессий. Дед, а также трое его братьев и их потомки сохранили их фамилию Тальков, а заодно и право проживать в Москве в 1930-1950 годы. Отец Игоря, коренной москвич, Владимир Максимович Тальков, по образованию педагог в советские годы был репрессирован по печально знаменитой 58-й статье «Как враг народа» и 12 лет провел в Сибири. Там, в лагере, в поселке Орлова-Розова, Чебулинского района Кемеровской области, он встретил свою будущую супругу Ольгу Юрьевну, которая в 18 лет была репрессирована как член семьи врага народа. Там, в Сибири, 14 апреля 1953 года, родился их первенец Владимир, старший брат Игорь. После реабилитации в 1956 году советские власти не позволили Владимиру Талькову вернуться домой в Москву, и семья осела в деревню Грецовка Тульской области, 200 километров от Москвы, где снимали часть домика. Там на свет 4 ноября 1956 года появился второй сын, Игорек. Вскоре после рождения Игоря Тальковым дали квартиру в Бараке на улице Победы. Здесь прошло детство будущего музыканта. Владимир Максимович не хотел, чтобы дети знали лагерное прошлое семьи, поэтому о себе он мало что рассказывал и запрещал своей супруге говорить на эту тему. Так как до самых последних своих дней не верил, что культ личности будет развенчивать и реабилитировать всех репрессированных. По воспоминаниям родных, Игорь Русь веселым и подвижным мальчишкой. Всегда был общительным, жизнерадостным. Стихи он начал писать еще в детстве. Поначалу простые четверостишие, которые посвящал, как правило, родным и природе. Затем более взрослую, серьезную поэзию. Многие из нас в 13 лет задавали себе вопрос, зачем я живу, с какой целью я послан в этот мир. Игорь задумывался над этим. Уже в детстве я был уверен, что человек приходит в этот мир с конкретным предназначением. Нужно только вовремя понять, с каким. Тогда же я понял, мое предназначение – творчество, признавался он в одном из своих интервью. Музыку Игорь Тальков любил с самого раннего детства и вместе с братом устраивал концерты, где зрителям были игрушки, музыкальными инструментами – стиральная доска и железные тарелки. Первым настоящим музыкальным инструментом Игоря стал купленный родителями баян Кира. Учаясь в средней школе номер 11 города Щукино, он занимался и в музыкальной школе по классу баяна. Правда, ходил туда, скрипя сердце. Закончил ее, да так и больше не притронулся к баяну. Зато самостоятельно научился играть на гитаре, фортепиано, бас-гитаре и на ударные установки. Известно, что любимым инструментом Игоря был саксофон, но играть на нем он не умел. Нутные грамоты Игорь так и не выучил, о чем он очень жалел. Но абсолютный слух позволял ему воспроизвести на память любую услышанную им мелодию. И играл он и сам подпевал себя. А потом неожиданно сорвал голос. Некрасивые, хриплые звуки стали на тот момент его песни. Но он не сдался. По совету врача-фониатра, он потратил много сил и времени на выполнение специальной дыхательной гимнастики. Добился того, чтобы голос восстановился. Осталась лишь небольшая хрипотца, очаровавшая потом зрителей на его концертах. Время взросления музыканта совпало с новым музыкальным течением – рок. Лидером нового направления стала легендарная британская рок-группа из Ливерпуле в Битлз. В Советском Союзе рок находился под запретом. Но его почитатели умудрялись добывать записи, слушать и подражать. Среди страстных приверженцев рока был и юный Игорь Телько. Я в детстве был примерный мальчик, по всем предметам успевал. Решал безумные задачки, и все как надо понимал. Читал я правильные книги, как образцовый пионер. Учителя меня любили и приводили всем пример. Ну как же всем он плохо стал, а завыш просто занимок. Когда я в руки взял гитару и начал жарить в стиле рок-рок. Читать неправильные книги я стал тайком по вечерам. На дискотеках лихо прыгать и посещать на Пасху храм. Ну что случилось, что такое? Селился пар для салона, да. Кричали хором педагоги, а завуч катал у окна. Ой, ведь был такой хороший мальчик. На скрипке полечку играл, на скрипке полечку играл. Решал безумные задачки, и все как надо понимал. И все как надо понимал. Но они не понимали, то что понять я сразу смог. На разрисованной гитаре, играя запрещенный рок-рок. Читая книги не такие, тайком от всех по вечерам. На дискотеках лихо прыгая и посещая Пасху храм. И тут на пути к музыкальному олимпу стало увлечение хоккеем. В 1972 году Тальков бросил все, в том числе и музыку. И приехал в Москву поступать в хоккейную школу ЦСКА или Динамо. Но не прошел отбор. Увлечение музыкой помогло ему справиться с этой неудачей. Песни Игорь Тальков начал писать с 1973 года. Первой композицией была «Мне немного жаль». А в 1975 году появилась на свет баллада о судьбе человека в мире под названием «Доля», которую автор считает своей первой профессиональной работой. В 16 лет Игорь создает с друзьями вокально-инструментальный ансамбль «Былое и дума». Очень скоро «Вия» становится самым популярным в городе Щелкино. Но после окончания школы друзья из ансамбля раздрелись кто куда. Помимо музыки привлекал Игоря и театр. Творчество Достоевского, герои произведения этого великого русского писателя. И особенно мечта когда-нибудь сыграть роль Раскольникова. Однако попытка поступить в театральный институт ГИТИС по окончании школы оказалась неудачной. Экзамены по мастерству сдал успешно. Мастерство главное, поздравляя, говорили старшекурсники. Но не тут-то было. На экзамене по литературе срезался. Это был первый сильный удар судьбы. Переживал страшно, но не сломался. Боль свою излил стихотворение. Расплылись вдруг дома перед глазами. Горькой горечью обожгло сердце. И обида расплескалась слезами. Будто в душу насыпали перца. Ну что ж, раз судьба такая, Прошагаю сперва я по грязи. И на взгляд их бетон натаскаю. На асфальт буду честно вылазить. Махлов рукой Игорь относит документы В Тульский педагогический институт на физико-технический факультет. В этой женской обители студентов мужского пола брали с распростертыми объятиями. Вскоре он осознает, что у него нет тяги к точным наукам. И он переходит в Ленинградский институт культуры. А потом сбегает и оттуда. Ровно через год. Так как его не устраивает система образования. На этом официальное образование он посчитал законченным. При этом самообразованием музыкант занимался всю свою жизнь. Уделяя не менее двух часов в день изучению исторических книг, архивных документов и других материалов. Вскоре Тальков находит себе пристанище в Тульском профессиональном ансамбле «Фанты». Оформляет его рабочим сцену. А кем еще? Без диплома профессию не пускали. Однако в ансамбле Игорь часто выполнял обязанности и гитариста, и аранжировщика, и даже пел. Однако свои собственные произведения Тальков старался не выносить на широкую аудиторию, так как они получали довольно резкую критику у окружающих. Социальный протест был стилем жизни музыканта. В 1975 году Игорь Тальков публично выступил с резкой критикой руководства Коммунистической партии на главной площади в Туле. За такую выходку его чуть не посадили в тюрьму. Но на его защиту встал знаменитый тульский влагончик Кондратий. Дело Талькова не было доведено до суда, однако его как неблагонадежного интеллигента отправляют служить в стройбат подмосковной Нахабина в инженерные войска. Именно армия помогла переосмыслить ему свои взгляды и поменять жизненную позицию. Молодой человек больше начал изучать историю государства и понимать всю серьезность многих ситуаций. В армии изменилась его идеала и начался поиск новых жизненных ориентиров. В свободное службо время он создает ансамбль «Звездочка», который пользовался большим успехом части. Его песни, что звучали в армейском клубе, приходили послушать не только солдаты, но и офицеры с семьями. Ты восходила в небе унылом, грустившим осенним дождем, И ночь удивилась, когда озарилась Твоим необычным огнем. И все ожило, и все заиграло, Как будто настала весна. И небо свой цвет, прежний цвет облетало, Очнувшись от долгого сна. Звездочка 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем дальше, тем меньше твой свет проникает В сердца полюбивших тебя. Они понимают, не понимают И любят тебя, не любя. Ты светишь себе, себе и только Холодный твой свет не греет нисколько. Звезда! Звезда! А свет новых звезд куда вернее Все ярче они, а ты бледнее. Звезда! Звезда! Из армии Игорь Тальков возвращается с твердой уверенностью связать свою дальнейшую судьбу с музыкой. Он активно начинает продвигать свой музыкальный талант. Работает в лучших ресторанах Сочи, Москвы, встречаясь с известными музыкантами и самыми популярными группами. Песнеры, веселые ребята. Сотрудничает и ездит на гастроли по маленьким городам. В качестве бас-гитариста, клавишника, ударника и аранжировщика с группами «Калейдоскоп», «Вечное движение», «Апрель». Именно в это время певец получает первое нехорошее признаменование. Как-то раз на выступлении группа «Апрель» акустические колонки сильно фанили. И местный электрик посоветовал заземлить их на лент в трансформаторной будке, даже не догадываясь, что тот был подключен к фазе напряжения 380 В. Микрофон, подключенный к колонкам, Игорь взял в руки и потерял сознание. Друзья-музыканты с трудом привели его в чувства. Шутили еще. Чуть на сцене Богу душу не отдал. В 1982 году ему удается принять участие в сочинском конкурсе. Игорь поет в песню «Яна Френкеля, журавли». Собственной обработки. Зал в восторге. Ведущие расцеловали певца, сказав «Ты был лучше». Но его дальнейшее участие в конкурсе даже не рассматривалось. Один из членов жюри скажет ему по септету «Да, ты был лучше». Но места были распределены заранее в Москве. Это был второй удар, да такой, что в омут головой. Тальков даже хотел поставить крест на творчество. «Черная полоса – это страшно». Но не зря говорят «Мир не без добрых людей». От глубокой депрессии, от ухода в таксисты Игоря спас испанский певец Мигель Митчелл, присутствующий на сочинском конкурсе. Он пригласил Игоря принять участие в своих гастролях по Советскому Союзу. Это было очень кстати. Это было салонника для спасения. Больше всего на свете музыкант мечтал создать свой собственный коллектив и прославить его на всю страну. До определенного момента у него ничего не получалось, поэтому и приходилось ему играть в других группах. После гастролей с испанским певцом Игорь некоторое время работал музыкальным руководителем театра Маргариты Тереховой. Поступил даже в театральную студию «Мхатер», но учиться там не стал, о чем потом долго сожалел. Удалось ему попробовать и в коллективе певицы Людмилы Сенчиной, и параллельно с создателем группы «Цветы» Стасом Навиду. Однако это не значит, что Тальков не писал своих собственных песен. В это время им были написаны песни на музыку Якова Дубравина. «Замкнутый круг», «Аэрофлот», «Ищу в природе красоту». К сожалению, музыкант записал и спел с прекрасной певицей Людмилой Сенчиной лишь одну свою песню «Час за рассветом». Предлагаю ее вам послушать. «Час за рассветом», «Час за рассветом» Белоснежным покрывалом Ночь укрыла спящий город «На деревьях и на крышах серебрится лунный свет». Нас с тобой никто не видит, нас с тобой никто не слышит. И для нас милее этой ночи ничего на свете нет. Где найти слова и кому их сказать, Чтобы попросить эту ночь подождать И оставить нас во власти лунного света. Но не ждут часы и упрямо спешат. Кажется, часы нас понять не хотят, Оставляя нам всего лишь час. В 1986 году в судьбе Талькова появился композитор Давид Тухманов, Который пригласил его в созданную ему группу «Электроклуб» В качестве аранжировщика и солиста, Где также пела Ирина Аллегрова. Довольно быстро коллектив занял Лидирующие позиции в советской эстрадной музыке. Осенью 1987 года Дуэт Игоря Талькова и Ирины Аллегровой Занял второе место на фестивале популярной музыки «Золотой камертон». Они лауреаты. Для Игоря это большая победа. Пропуск на сцену со своими песнями. Наконец зазвучали «Летний дождь», «Три дома», «Память». А тут еще Тухманов принес свою песню «Чистые пруды». Музыкантам она не понравилась. Игорь понял, в чем дело. Романтический текст не вписывался в ритмически жесткий рок. Он поступил, как великие русские композиторы, часто вводившие в свои произведения народные напевы. Делая аранжировку песни, он вел малопопулярный в то время аккордеон. И песня заискрилась. Музыканты приняли песню на ура. А скоро она была признана лучшей песней года. Успех был несколько неожиданным для самого музыканта. Хотя успех этот вполне закономерен. Наконец-то на эсраде среди суеты, немудрящей развлекательности и откровенной халтуры вдруг явился светлый образ интеллигентного романтика, человека с душой, памятью, умеющей ценить каждый миг бытия. Музыканты приняли песню на ура. У каждого из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг объединиться, где память, как строка почтового листа. Нам сердце исцелит, когда оно томится. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смонкли у воды. Чистые пруды веков, зеленый сон. Мой дальний берег детства, где звучит аккордеон. Аккордеон. И я спешу туда, Там льется добрый свет, И лодки на воде, Как солнечные пятна. Отсюда мы с тобой Ушли в круженье лет. И вот я снова здесь, И ты придешь обратно. Чистые пруды, Застенчивые ивы, Как девчонки смонкли у воды. Чистые пруды веков, Зеленый сон. Мой дальний берег детства, Где звучит аккордеон. Песни «Чистые пруды» На музыку Давида Тухманова И стихи Леонида Фипадеева Принесла Талькову всенародную известность. Люди ждали новых песен от исполнителя, И они стали появляться. Только вот большинство из них Были не лирическими, А остро-социальными. И для того, Чтобы исполнять эту музыку, Музыканту приходится уйти Из группы «Электроклуб» И создать свою собственную группу «Спасательный круг», С которой он начинает Собственную концертную деятельность. Наконец, спустя столько лет, Игорь добился того, О чем он уже давно мечтал. Петь свои песни Со своей группой И видеть живой отклик зрителей на них. В это время в стране Происходят страшные события. Закрываются заводы. Люди остаются без работы И без зарплаты. В магазинах очереди, Все по талонам. Идет война в Афганистане. В Москве полно беспризорных детей. Правители в это время Делят собственность. Хватают кто что может, И до народа им дела нет. Игорь, как русский патриот, Не может мириться С унижением страны И русского народа. В его репертуаре Появляются острые социальные песни. «Глобус» Родина моя Метаморфоза В них боль За униженную гордость народа Страдания человека Осознавшего глубину трагедии Своей родины. В ту пору социальные песни Разумеется, Исполнен не только один Тальков. Вышедшая из подполя Род музыка Приватизировала эту тему Значительно раньше. Но группы Алиса, Аквариум, Кино, ДДТ Были кумирами Униформальной молодежной аудитории. Тальков же Обходит уверенно Своих конкурентов И становится Популярному Возрастной категории Старше 28 лет. Там, где невозможно Брать голосом, Он берет Свои харизмы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Я пробираюсь По осколкам детских грез В стране Родной Где все как будто Происходит не всерьез Со мной Со мной Ну надо ж было так устать Дотянув до возраста Христа Господи А вокруг, как на барак Вся страна шагает Батт Широкой поступью Ну надо ж было так устать Дотянув до возраста Христа Господи А вокруг, как на барак Вся страна шагает Батт Широкой поступью Родина моя Скорбно и нема Родина моя День сошлось В анабиозе Доживали дверь Москва Дошла Дошла Над куполами Люциферова звезда Взошла Взошла Наблюдая свысока Как идешь ты с молотка Запертак Как на гордостью твоей Смеется бывший твой лагерь Запада Наблюдая свысока Как идешь ты с молотка Запертак Как над памятью твоей Смеется бывший твой халкей Запада Родина моя Скорбно и нема Родина моя День сошлось Но дорога до телевидения И на радио была по-прежнему закрыта Для музыканта В 88-м году программа Взгляд Организовала собственный концерт Во дворце спорта В Лужниках В числе приглашенных артистов Был и Игорь Тальков Времена стали посвободнее Но все же цензура Давила И давала о себе знать Игорь решил рискнуть И в прямом эфире Он вместо заявленной песни Примерный мальчик Спел другие композиции Которые считал необходимыми На тот период Это Кремлевская стена Враг народа И другие Публика ликовала Не отпускала певца Несмотря на неоднократные попытки Взглядовцев Прервать его выступление В результате организаторам Это удалось Но тем не менее Фрагмент выступления Из этого концерта Зрители все-таки увидели Оказалось мир Не без честных и смелых людей В 1989 году Владимир Кириллович Молчанов Создатель и ведущий передачи До и после полуночи Рискуя потерять работу Наживая себе массу врагов И неприятностей Отважился со своей командой Включить клип на песню Талькова «Россия» Сняты, кстати, безвозмездно Съемочной группой телепрограммы В свою передачу Эта сильнейшая песня Посвященная трагическим событиям В России начала 20 века Прозвучав в эфире Произвела эффект Разорвавшейся бомбы Люди звонили на программу И благодарили ведущего Песня «Россия» Сделала настоящий прорыв И в гласности И в сознании людей Которые ее услышали Даже самые закоренелые консерваторы Не осмелились против нее выстрелить Листая старую тетрадь Расстрелянного генерала Я тщетно силился понять Как ты смогла себя отдать На растерзание вандалам Из мрачной глубины веков Ты поднималась из полина Россия Твой Петербург мирил врагов Высокой доблестью полков Век золотой Екатерины Россия Россия Священной музыкой времен Над златоглавую Москвою Струился колокольный звон Но даже самый тихий он Кому-то не давал покоя А золотые купола Кому-то черный глаз слепили Ты раздражала силы зла И видно так их доняла Что ослепить тебя решили Россия Россия Расперзли стряском небеса И слоем ринулись оттуда Срубая головы церквям И славя красного царя На воеваленные бьуды Тебя связали губочом И опустили на колени Сверкнул топор над палачом А приговор тебе прочел Правовой царь великий Игорь становится самым популярным певцом России Теперь его стали чаще приглашать на передачи «Утренняя почта», «Песня года», «Ступень к Парнасу» и другие Наконец-то появился певец, ощутивший боль русского народа В 1990 году в программе «Песня года» прозвучало его произведение Бывший под Ясаул Перед ее исполнением на одном из концертов Игорь рассказал об истории этой песни В основе содержания ее заложены реальные исторические события Связанные с судьбой бывшего казачьего офицера Филиппа Миронова На самом деле не под Ясаула, а войскового старшины Бывший царский офицер Филипп Миронов Георгиевский кавалер, герой русско-японской войны В 1917 году изменяет присяги Срывает с себя ордена, золотые погоны и кресты И переходит на службу большевика А затем по ложному обвинению в 1921 году Становится жертвой красного террора Эта история произвела Наталькова очень сильное впечатление И запала ему глубоко в душу Может потому, что напомнила ему о своих предках Русских казаках, которые подверглись репрессиям АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 ним. Наших отношений никогда не касался обман. Они познакомились в июле 1979 года в кафе Метелица, что на Новом Арбате. Звали ее Татьяна. Игорь пригласил ее потанцевать, но девушка ему решительно отказала. Однако Игорь был настойчив. В конце вечера Татьяна и сама не поняла, как оказалась с ним в паре на танцевальной площадке. Поженились молодые люди в 1980 году и прожили в браке более 11 счастливых лет. Татьяна была для Игоря идеальной женой. Никогда не упрекала, не ругала, не требовала. «Никто его не понимает», — говорила она. «Он увлекающаяся натура. Другие женщины для него как вдохновение». Потом певец в своей книге «Монолог» рассказал, что его увлечения на самом деле приносили ему больше горя, чем радости. Через год после свадьбы в 1981 году родился Игорь Игоревич, единственный сын пары, которого певец обожал. Все как будто шло своим путем, медленно и верно. Успех в делах, семья и дом, лечили раненые нервы. Не будили звездные дожди моего воображения, И превратились в виражи в плавное скольжение. Скажи, откуда ты взялась? Моя нечаянная радость, Несвоевременная страсть, Горькая злодость. Дару живой, земной покой, Ты от какой отбил и стай? И что мне делать с тобой такой? Я не знаю. В 1990 по 1991 год карьера Талькова достигла апогея. Он выступал с концертами по всей стране, появлялся на телевидении, писал новые песни. «Сцена – это моя трибуна», – говорил певец. «Песни гражданского содержания – мой метод борьбы с несправедливостью, ложью, обманом. Это крик и боль моей души. И несмотря ни на какие препятствия, я буду бороться до конца. Я знаю, люди слышат меня. Я вижу реакцию на праведный гнев за русскую землю в их глазах и чувствую поддержку миллионов рук». Певец торопился сделать как можно больше, будто знал, что жизнь его должна скоро закончиться. Все чаще он вспоминал предсказания одной цыганки. Однажды даже озвучил его. В тот день он летел вместе со своей группой в Тюмень на гастроли. Но самолет попал в грозовое облако. Турбулентность, сполохи, в салоне паника. Однако Тальков сумел успокоить взволнованных пассажиров. Музыкант изрек пророческие слова. «Не бойтесь, пока вы со мной, вы не погибнете. Меня убьют позже, при большом стечении народа. И убийцу не найдут». После полета появилась песня на тему смерти. «Я вернусь». Чуть позже родилась еще одна. В память о погибшем Викторе Цои. В ней есть такие строки. «А может быть сегодня или завтра?» «Уйду и я, таинственным гонцом, туда, куда ушел. Ушел от нас внезапно. Поэт и композитор Виктор Цои». В это время отчасти сбылась еще одна мечта музыканта. Он был приглашен на главную роль в фильме режиссера Алексея Салтыкова по произведению Алексея Константиновича Толстого «Князь Серебряный». Тальков был на седьмом небе. Во-первых, близко его духу тематика. Всегда любил историю и занимался углубленным изучением России. Во-вторых, роман Алексея Константиновича Толстого – произведение, пронизанное глубоким и истинным чувством патриотизма и уважения к русскому народу. Однако по ходу съемок, по желанию продюсеров, пришел другой режиссер, и концепция фильма сменилась с исторической на комедийную. Лента теперь носила название «Царь Иван Грозный». Игорь отказался продолжать съемки и озвучивать свою роль. Позже на презентации фильма он попросил прощения у писателя и у зрителей за то, что вообще снялся в таком откровенном фарсе. В параллельно съемках фильма «Князь Серебряный» Тальков работал на картине «За последней чертой». И играя отрицательный персонаж, главаря банды рэкетиров, певец получал больше положительных эмоций, чем от положительного князя. Сам Игорь хотел сыграть в этом фильме положительного героя, но ему поставили условие, что для этого он должен постричься, сбрить усы и бороду, и он отказался. С фильмом «За последней чертой» был связан один удивительный факт. По сценарию главный герой врывается в бандитскую малину и убивает всех, кто там находится, включая главаря. Съемки этого эпизода закончились 6 октября 1990 года, а ровно через год, день в день, 6 октября 1991 года, Игорь Тальков был убит на самом деле. Это произошло за кулисами во время концерта в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Юбилейный». Сколько хочешь? Заговоримся, я не жадный. Спортсмон? Боксер? Бадам? Ты тоже, да? Ах, балбус! Кровную подаёшь? Куда, куда? Слышь, дядь, тебе не вонку, тебе мерседес брать надо! В комке оценил? 16 дали. А сколько хочешь? Товарищ, спокойно, всё нормально. Что вы так суетись? Машина уже продана, можете расходиться по домам. Слушай, давай-то, я дима. Я тут больше месяца уже тусуюсь. На очереди стою. Каждый утро отмечаться езжу. Москвич? Конечно. Паспорт показать? Да ладно, садись. Так сколько за тачку хочешь? Тридцать штук. Круто берёшь. Ну, так меньше не могу, обстоятельства придавили. Угу. Со спортом зарезал, да? Слушай, какой ты догадливый. В случае мне в ментовке работаешь? Ну, зачем же так? Ну, так берёшь или нет? Конечно беру. А мне не видно, что ли? Ну, другое дело, а то тут вот с оформлением ещё нам учишься. Оформлю, старик. Всё схвачиваем. Давай помогу с оформлением за услуги ползна. Давай шуруй. Давай. На. А звать-то тебя как? Георгием, командиром. Гариком. А тебя? Виктор. Дрёма фамилия, может, слыхал. Приходилось. Газеты иногда почитываем. Да и слухам земля полна. Ну, всё нормально, гуд. Техосмотр, печати, подписи, в общем, все эти погремушки. Всё на месте. Ну, то и проверь, проверь. А то ведь, знаешь, всякое бывает. Спокойно, парень. Не рыбаться, а то пулю схлопочешь. Ключи. Да вы чё, мужики? Люди ж кругом. Ключи. 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 Выходи. Выходи, мастер. Ключи. Ключи. Ключи, ребята. Заревает. Вот уже 30 лет обстоятельства убийства певца не дают покоя его близким, друзьям, публике. Его смерть – это отдельная история, страшная, запутанная и так до сих пор до конца не раскрытая. И при этом, что было проведено тщательное расследование с привлечением лучших следователей. В начале существовала версия, что это политическое убийство. Накануне своей гибели Тальков написал песню «Господин президент», в которой он выражал разочарование политикой первого президента России. И эту песню он должен был исполнить на том самом роковом концерте. Многие говорили, что его убили, чтобы он со сцены не прозвучала его новая песня и открытое письмо президенту. Но это была не единственная версия. Другие же говорили, что его убили бандиты. Он отказался им платить. И так еще десяток версий, одна страшнее другой. Но чем дальше одна смерть Игоря Талькова, тем больше бытовой и случайный характер она приобретает. За день до убийства судьба подала песцу знак. Тальков выступал один с акустическим концертом в техникуме «Села Гжи». И на его гитаре лопнула струна. Другой бы испугался, а он не удивился. А тут еще после концерта к нему подошел какой-то человек и сказал, что видеть на нем маску смерти и жить ему осталось считанные часы. На следующий день Тальков вместе с другими артистами принимал участие в концерте во дворце спорта «Юбилейный». Незадолго до его выхода на сцену директор певицы Азизы Игорь Малахов подошел к директору певца Валерию Шляфману и потребовал, чтобы Азиза выступала после Талькова. Потому что она не успела загримироваться. Шляфман пришел к Талькову в гримерку и пожаловался на произвол. Певец попросил привезти к нему директора Азизы. Но в гримерке Малахова встретили телохранители Талькова. Началась перепалка. Малахов достал револьвер и выстрелил. Телохранители скрутили Малахова. В это время Шляфман вырвал у него револьвер и стал нажимать курок, целясь в оппонента. По случайности пуля попала в Талькова, задев руку, сердце и легкое. Артист умер до приезда скорой. Эта трагедия навсегда изменила жизнь ее участников. Игорь Малахов после этого получил условно за незаконное ношение оружия. И покинул в 2016 году этот мир. У Азизы на взлете оборвалась ее карьера. А Виктор Шляфман эмигрировал в Израиль, где живет и по сей день, в изоляции, избегая всяческие контакты с внешним миром. У Игоря остались жена, сын, неоконченная книга-монолог, не сыгранные роли, не написанные стихи, не спетые песни. После смерти мужа Татьяна Талькова пробовала учиться на психолога, но потом оставила эту затею. Станислав Говорухин предложил ей поработать с ним во время съемок одного из своих фильмов. С этого времени Татьяна Ивановна работает ассистентом режиссера кинокомпании «Мосфильм». Это ремесло она освоила не сколько ради заработка, сколько для того, чтобы отрешиться от кошмара, который 30 лет тому назад разрушил буквально все вокруг. Она состоявшийся человек, у которой есть сын Игорь и трое внука. Когда умер отец, Талькову младшему было 9 лет. В одном из интервью он признался, что в то время не хотел заниматься музыкой. Это увлечение пришло в 15 лет, когда он нашел синтезатор отца и из любопытства стал разбираться в принципе звучания инструмента. Со временем он освоил его и стал писать песни. В 2005 году вышел его первый альбом «Надо жить». Он включает 18 композиций, 15 из которых произведения Талькова младшего, а 3 – «Песни отца» в новой аранжировке. Музыкант дает концерты, и в конце каждого из них исполняет песни, написанные отцом, которые сегодня считают пророческими. Однако сам певец навсегда остался человеком своей эпохи. Память о певце, композиторе, авторе песен Игоре Талькове продолжает жить в наших сердцах. 5 марта 1993 года по инициативе почитателей таланта Игоря и при поддержке его семьи и близких при Международном славянском культурном центре, в Старом патриархальном районе Москвы, в обрамлении православных храмов и памятников преподобному Серафиму Сваровскому был создан музей Игоря Талькова. Основы экспозиции составляют фотографии, документы, рукописи, музыкальные инструменты и личные вещи музыканта. В Санкт-Петербурге во дворце спорта «Юбилейный» установлена мемориальная доска с надписью «Вечная память погибшему за Россию поэту, певцу-композитору Игорю Талькову от русского народа и русской партии». Каждый год, 6 октября, в 18 часов, монахи Александра Невской лавры служат здесь поминальную аллитию. В 1999 году Почта России выпустила марку с изображением Талькова. Именем Игоря названа школа номер 11, в которой он учился. В 2017 году в парке городского дворца культуры города Щекино на малой родине певца был открыт бронзовый памятник Игорю Талькову в полный рост. Деревня Шерпики Новодянского района города Киров одна из улиц названа в честь музыканта. Несмотря на стремительные перемены музыкального мира и по сей день песни Игоря Талькова актуальны своей человечностью, любовью, неравнодушностью к судьбе своего народа. Именно поэтому мы слышим их снова и снова в исполнении артистов разных лет. Так песни «Память», «Уеду», «Спасательный круг», «Примерный мальчик» вошли в репертуар Валерия Леонтьева. Песни, написанные в сотрудничестве с Яковом Дубравиным, например, «Час до рассвета» исполняет Михаил Боярский. «Замкнутый круг» Юрия Хачинский. Песни «Аэрофлот», «Право всем дано» звучат в исполнении группы «Август». Игорь Тальков ушел от нас таинственным гонцом, унеся с собой и тайну своего ухода. Знаю, что на высшем божественном уровне все закономерно, но Господь нечасто посылает на нашу грешную землю таких талантливых людей, как Игорь Тальков. И, наверное, мы так погрязли в гебре бездуховности, что его светлая душа была отозвана до срока пронзительно рано. На самом взлете. Думаю, что миссия Игоря, как и большинство русских писателей, осталась невыполненной. И все же они не умирают, а уходят. На память нам оставив жизнь свою. Вечная память тебе, Игорь. Игорь Тальков. 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 В страну не дураков, а гениев И поверженный в бою Я воскресу и спою На первом дне рождения Страны, вернувшейся с войны А когда затихают бои На привале, а не в страню Я о мире и о любви Зачаяю и пою Облегченно вздыхают враги А друзья говорят, устал Ошибаются те и другие Это привал Я завтра снова в бой и сорвусь Но точно знаю, что вернусь Пусть даже через сто веков В страну не дураков, а гениев И поверженный в бою Я воскресу и спою На первом дне рождения Страны, вернувшейся с войны Своей Своей Продолжение в 3 части Я завтра снова в бои сорвусь Но точно знаю, что вернусь Пусть даже через сто веков Страну не дураков, а гениев И повержены в бою Я воскресну и спою На первом дне рождения Страны, вернувшейся с войны Страны, вернувшейся с войны